90 лет со дня образования отметила финансовая служба Ненецкого округа. Из маленького отдела с пятью работниками за почти вековую историю она эволюционировала в настоящий финансово-экономический аппарат, стоящий на страже интересов жителей Заполярья. И сегодня в культурном центре Арктика чествовали работников и ветеранов службы финансового органа региона. Ольга Русул продолжит. Их служба и трудна, и опасна. Малейшая ошибка в расчетах может дорогого стоить. Причем в прямом смысле этого слова. И как будто не видна, особенно если механизм отлажен, и работа идет без сучка и задоринки. Ветераны финансовой службы считают, что главное в успешной работе – хороший коллектив. Ниналья Алексеевна Семяшкина 10 лет руководила окружными финансами. Всего же ее трудовой стаж в этой сфере деятельности около 40 лет. Мне нравится работать с цифрами. Вы знаете, человеку, когда ему нравится, он может делать все. И с цифрами работать, и крестиком вышивать, и внуков нянчить. Главное, чтобы человеку нравилось. А финансисты – это те люди, которым нравится работать с цифрами. Эти люди стоят на страже здоровья людей, образования наших детей и внуков. И то, чтобы старики шили хорошо, чтобы бизнес развивался. Все это зависит от бюджета округа. И поэтому большая заслуга сегодня в этом тех, кто сегодня работает, и тех, кто 90 лет этим занимался. Эти люди отличаются от остальных. Кроме общедоступного языка, они понимают еще один – доступный немногим язык цифр. Елена Михайловна Карельская, например, имеет 25-летний стаж работы в финансах. И ни разу не пожалела, что выбрала расчеты. Самая интересная, наверное, в мире работа, потому что она настолько многогранная. Это не просто цифры, да? Это и законодательство, это и отношения с разными уровнями органов, как федеральных, так и исполнительных, муниципальных органов. Ну и тут никогда не заскучаешь. В этом особый драйв. И несмотря на то, что финансы – это сухой язык цифр, лишенный эмоций, люди, которые работают в этой сфере, буквально горят своим делом, отдавая работе себя целиком. Мне повезло, попал, конечно, в очень хороший коллектив. В плане слаженной и уже подобранной работниками, которые были до меня, очень сильный состав был. Мне посчастливилось поработать со Светланой Ивановной Козловой. Потом шли определенные изменения и поменялись там Семяшкина Алексеевна, Карельская Елена Михайловна. Достаточно профессиональные, очень сильные специалисты. И поэтому то, что у нас даже такое, наверное, не совсем формальное представление финансов, мне кажется, что сильный состав отбирается именно потому, что работа требует постоянного контроля и какой-то ответственности. И какие-то случайные люди сюда не приходят. Юбилей – это повод остановиться и посмотреть назад, оценить работу, подвести итоги. По мнению Татьяны Лагвиненко, руководителя департамента финансов региона, нашим финансистам можно с уверенностью поставить за прошедшие годы твердую пятерку. Положительная и даже с плюсом оценка, потому что у нас действительно после кризиса 2016 года мы восстановили финансы, у нас самодостаточный бюджет, профицитный бюджет, что, в принципе, как бы, я считаю, что это, конечно, работа не только финансовых органов, это работа всех департаментов по взвешенному подходу к расходованию и депутатского корпуса, поэтому и работа над доходной частью, в том числе и налоговая служба. Поэтому, как бы, мы работаем общей командой и общее отражение результатов всех вместе. Поздравить со значительным юбилеем работников финансовой сферы Неницкого округа пришли первые лица округа. Председатель собрания депутатов региона Александр Лутовинов пожелал процветания, а депутат Государственной думы Сергей Коткин напутствовал в дальнейшей успешной работе. Без всяких сомнений можно сказать, что именно от финансового блока в Неницком автономном округе в значительной степени зависит укрепление экономики, развитие экономики. И, как бы, вот финансовый блок, на мой взгляд, я наберу на себя смелость такую сказать, что они являются неким таким гарантом не только социальной стабильности, еще и политической стабильности. От них очень многое зависит. Работа не видна, но в целом для экономики региона это очень важно, тем более, что у нас очень специфичная экономика. Арктическая зона, и практически мы очень подвержены влиянию цен на нефть, колебаниям цен на нефть. И вот в этой связи работникам финансовой структуры надо быть очень взвешенно, подходить к оценкам, к прогнозам, на перспективу, взвешенные принимать решения, потому что от этих решений будет зависеть, как будут работать наши предприятия. Все собравшиеся отметили, что финансовая служба в округе всегда отличалась слаженностью работы. И сегодняшняя стабильность – результат плодотворной и всегда слаженной работы финансистов и экономистов Неницкого округа. Прежде всего счастья и здоровья, потому что действительно очень, так сказать, труд напряженный, без выходных и, так сказать, практически в очень сложном графике. Понимание семьи, потому что семья больше всего страдает от того, что мы должны, и понимая меру своей ответственности, сделать все в срок. В ходе торжественного заседания отличившихся сотрудников службы и ветеранов наградили грамотами и благодарственными письмами за отличный труд. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал Север.